Неделя за Пасхой, неделя вообще в Церковном Славянском, это воскресенье. И в эти воскресенья, почему они так называются, в эти воскресенья читается определенная Евангелие. Евангелие о саморенении, Евангелие о расслабленном Евангелие. И вот эти Евангелие призывают, в первую очередь, конечно, к человеческому милосердию, к человеческой любви, к человеческому милосердию. Показывается, что, если уж говорить обобщенно, показывается, что раз Господь по милосердию и по любви к роду человеческому пришел, пострадал за человека и воскрес, да, он и призывает всех людей тоже быть милосердными к любым, да, к любым людям, которые человек окружают. Пусть мы считаем какого-то человека плохим или злым, но милосердие, и мы часто бываем плохими и злыми, да, и мы совершаем какие-то поступки, но Господь любит всех, и ради всех людей он пришел и пострадал на этой земле. Он не сказал, что вот я страдаю только ради христиан или только ради хороших христиан, да, он пришел, спас весь человеческий род, пострадал за всех и за тех, кто его распинал в том числе. И все вот эти вот Евангелия, да, они пропитаны как раз этим, что человек должен быть милосердным к другому человеку. Милосердие выше справедливости. Часто мы вот это вот милосердие, вольно или невольно, хотим, чтобы к нам относились милосердно, да, то есть наши какие-то грехи или наши проступки прощали и понимали, почему мы это делаем, да, вот об этом говорят милосердие. Но вот когда к нам поступает несправедливо, мы часто хотим наказание для этих людей и наказание по справедливости, то есть получаются двойные стандарты. И вот как раз против этого предостерегают эти Евангелия, что не должно быть двойных стандартов в жизни человека. Если уж мы хотим, чтобы к нам относились милосердно и прощали наши какие-то преступления, прегрешения, проступки, то значит и мы должны относиться к любым людям тоже по милости и милосердно. Вот к этому призывает нас те Евангелия, которые читаются непосредственно после воскресения Христа.